К нам присоединяется Ян Матвеев, военный эксперт. Ян, приветствуем вас в нашем эфире. Добрый день. Мы хотели говорить о Беларуси. Давайте я зачитаю официальное сообщение пресс-службы президента Республики Беларусь. Сегодня утром Путин проинформировал своего белорусского коллегу о ситуации на юге России с частной военной компанией «Вагнер». Главы государства договорились о совместных действиях. И самое интересное дальше. В развитии договоренности президент Беларуси, дополнительно уточнив по имеющимся собственным каналам ситуацию, по согласованию с президентом России провел переговоры с руководителем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. Переговоры длились в течение всего дня, в результате чего пришли к договоренностям о недопустимости развязывания кровавой бойни на территории России. Евгений Пригожин принял предложение президента Беларуси Лукашенко об остановке движения вооруженных лиц компанией «Вагнер» на территории России и дальнейших шагов по деэскалации напряжения. На данный момент, говорится в официальном сообщении пресс-службы президента Беларуси Лукашенко, на столе абсолютно выгодный и приемлемый вариант развязки ситуации с гарантиями безопасности для бойцов ЧВК «Вагнер». Как ранее сообщалось, в течение всего дня президент Беларуси провел два совещания с силовым блоком страны по данной ситуации. Ну, как вам такой поворот, Ян? Ну, на самом деле, конечно, все мы ждали Лукашенко с его знаменитым автоматом и не менее знаменитым сыном в бронежилете и шлеме где-нибудь на окраинах Москвы, встречающего колонну вагнеровцев и лично прогоняющих их, собственно, угрозами применения этого самого автомата. Ну, вот такую сказку получили. Ну, как мы понимаем, сейчас вагнеровцы как двигались, так и двигаются. Мне кажется, там либо полностью все выдумано, там, при службе Лукашенковской, либо самим Лукашенко, я не знаю. Либо, может быть, он и пытался на какие-то контакты выйти с Пригожиным, но я не думаю, что Пригожин вообще с ним будет что-то обсуждать, потому что, ну, Лукашенко глава другой страны, а Пригожин явно высказывает претензии непосредственно, да, руководителям России. То есть Путину уже начал предъявлять претензии, там, Шойгу, Герасимову. Лукашенко тут совсем ни при чем. Это понятно, но вот уже агентство РИА Новости, государственное российское информационное агентство, сообщает, Пригожин принял предложение Лукашенко об остановке движения Вагнера на территории России в дальнейших шагах под деэскалацией напряжения. Очевидно, этот сценарий начинает разыгрывать. Ну, посмотрим, посмотрим. Может быть, это какой-то вброс просто, но в любом случае тут более надежный источник, скорее, голосовое сообщение Пригожина, нежели сообщение какого-то там РИА Новости, которое, ну, может быть, совершенно тоже выдумано. Ну, и, скорее всего, они просто со слов белорусской пресс-службы... Они ссылаются на пресс-службу президента Республики Беларусь сейчас. Поэтому тут как бы пока сам Пригожин, потому что я смотрю, что пока сам Пригожин... Да, пока одна сторона. Они пишут, что мы продолжаем свой путь на Москву прямым текстом. Ну, то есть тут как бы... Ну, вот такая у Лукашенко договоренность. Да, да. Последнее, давайте напомним, да, последнее аудиосообщение Пригожина было обнародовано почти ровно 8 часов назад, в 12 часов 19 минут по Киеву, сейчас 20.15. Ну, что ж, да действительно будем ждать. В этом смысле, Ян, вы абсолютно правы. Самое интересное, что сам наговорит Евгений Пригожин. Да, но вот, Ян, а все же тогда, почему так все-таки спокойно продвигается, ну, там, кадыровцы, не кадыровцы, вопрос даже не в этом. Почему все-таки армия Шойгу не сопротивляется? И вот этот весь путь абсолютно как-то, ну, более-менее спокойно. Сейчас колонна, и появилась информация, что разделились якобы на 4 колонны ЧВК Вагнера, приближаясь к Москве. Почему все-таки армия Шойгу не сопротивляется? Как вы считаете? Ну, потому что армии Шойгу там, по сути, нет. Нет, армия Шойгу в основном находится, собственно, на фронте, далеко от всех этих событий, быстро перебросить какие-то подразделения невозможно. Это же, по сути, продолжение истории с диверсантами в Белгородской области. Ровно то же самое мы видели, когда они даже небольшую группу диверсантов с легким вооружением никак не могли вытеснить, потому что некого было перебросить какие-то более-менее серьезные подразделения. Хотя, казалось бы, да, можно перебросить какой-нибудь там полк, скажем, или там несколько батальонов. Они просто своим количеством задавят, и все, и диверсанты убегут. Но этого не было. И сейчас то же самое. В глубине России получилось, что нет свободных каких-то подразделений серьезных военных, которые могли бы оказать вот это вот сопротивление, могли бы встать на пути у вагнеровцев. А те силовики, которые есть, то есть росгвардейцы, там ОМОНовцы, они и не готовы вести общевойсковой бой. Именно поэтому они никуда и не едут. Они возле Москвы становятся на свои такие блокпосты, которые собирают довольно, на самом деле, плохенькие. Там мешки как-то накиданы у них. Я не видел даже бетонных блоков, если честно. То есть они даже не пытаются копать, скажем, окопы, какие-то траншеи, что, конечно, неправильно с точки зрения обороны. Да, перерыли несколько дорог поперек просто экскаватором. Но это тоже не станет большим препятствием, скажем, для вагнеровцев. Но они как-то подзасыпят это или объедут. Они все-таки, у них там в колонии есть и броневики нормальные, вездеходные и все. То есть получается, что действительно в глубине России у путинской власти нет серьезных сил военных, которые можно было бы просто использовать. Для этого вот только авиация была, нанесли пару ударов. Вроде как, по-моему, одну или две гражданские машины уничтожили. Видимо, есть погибшие. Об этом, кстати, совершенно молчат. Сколько там людей погибло, кто там был в этих машинах. И там одна машина, очевидно, не вагнеровская. Ну и все. И на этом они как-то успокоились. То есть нет, скажем, каких-то активных ударов авиации вертолетами, преследования. В том числе потому, что у вагнеровцев с собой есть противовоздушные средства. У них есть и комплексы ПЗРК, и переносные, да, ручные ПЗРК. И вертолеты просто боятся, пилоты подлетать к ним, потому что будут сбиты уже. Уже несколько вертолетов ведь сбито. Так что пока, я так понимаю, российская власть не очень понимает, как бороться с вот этой вот колонной. Там вот где-то далеко от Москвы. Ну посмотрим, что будет, когда они доберутся уже непосредственно до города. А и танки, артиллерия, БМП и бронетехника, судя по всему, и ПВО. О количестве тут, скажем так, ну хотя 25 тысяч, это то, что называл там Пригожин. Единственное, что мы тут не можем, да, насколько эта информация достоверная или нет. И все же, я насколько понимаю, от Ростова до Воронежа 600 километров, и авиация действительно, ну судя по всему, могла бы теоретически справиться. Но наверняка и приказа такого не было, потому что есть определенные все-таки ЗРК как раз у наемника Вагнера для того, чтобы сбивать самолеты. Давайте тогда мы продолжим. Приказа не было. Ну вот сейчас я не хочу о Лукашенко, потому что Лукашенко, мне кажется, он в последнее время, сколько раз он там предлагал и хотел в очередной раз там выступить, как он называл миротворцем в вопросе войны Российской Федерации против Украины. Поэтому то, что он сейчас говорит, действительно, пока не будет подтверждения от самого Пригожина, и пока колонна не остановится, они продвигаются. Уже есть информация, что в Московской области, очень близко уже от Москвы, поэтому тут такое дело, подождем и посмотрим. Ну вот, Ян, давайте отбрасывая информацию от пресс-службы Лукашенко, как далее по-вашему может развиваться ситуация? Могут ли все-таки быть уличные бои? Потому что мы показывали сегодня в прямом эфире фотографии, что сейчас здесь и сейчас происходит в самой Москве. Ну, блокпосты, да, там на въезды в Москвы готовятся, готовятся встречать, не готовятся встречать. Но все же, как вы считаете, при подходе очень близком к Москве будет все-таки отдан приказ Министерства обороны Российской Федерации действовать жестко? Я думаю, да, я думаю, такой приказ уже есть, только вопрос, смогут ли они, потому что силы, опять-таки, невелики у путинских войск, которые Москву сейчас обороняют, как бы и Москва очень большой город. С одной стороны, это минус для вагнеровцев, потому что их тоже не так много там, судя по всему, в этой колонии несколько тысяч человек, то есть это большое такое подразделение, но не бесконечное, вряд ли там 10 тысяч человек, скажем даже. Но все равно, да, то есть, с одной стороны, они по Москве могут... Ян, две секунды, никаких предложений от президента Беларуси Лукашенко не принимал заявление Пригожиным. Вот так вот, коротко, чтобы сейчас... Ну вот, да, 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 все, как бы, ожидаемо. Но, вы знаете, тут тоже надо подчеркнуть, что у Пригожина, как опытный ботовладелец, у него очень много телеграм-каналов, и это пока что только на одном из них, который называется Евгений Пригожин официально, у него подозрительно мало подписчиков, как для Евгения Пригожина, около 30 тысяч. На тех самых массовых его каналах, Кепка Пригожина и так далее, тех, которые распространяют его аудиосообщения, пока нет. Это действительно пока первое, что мы слышим об этом. И сразу хочу поправиться, я сказал о том, что последнее аудиосообщение от Пригожина было 8 часов назад, на самом деле уже в 15.23 по Москве, и сейчас по Киеву у нас одинаковое время, он выступал с коротким аудиороликом и с тех пор замолчал. То есть 15.23... Нет, но если он идёт, как он может говорить, Сакен? А мы не знаем, идёт он или нет. Говорят, что идёт во главе кого-то. Впереди, да? Кстати, у него очень хорошее качество звука сегодня. Обычно Евгений Пригожин записывает на телефон хрипушки, как это раньше называлось, на телевидении такой хриплый звук, то в последнее время очень чёткий. Ну что ж, будем ждать, Ян.